Приветствую вас, и вы знаете, вот сразу вам хотел бы сказать то, что я вот видел где-то уже, значит, вот вашу вторую часть вопроса. Значит, по-моему, я, правда, точно в этом не уверен, но, по-моему, я на него отвечал, на вторую часть вашего вопроса, по-моему, я на него отвечал. Вообще, вторая часть как-то она больше, больше, она больше похожа и больше подходит для сексологов, для психологов, ну, как, как, как таковых, да, вот. Вот, поэтому будет лучше, если все-таки, наверное, во второй части вы возьмете консультацию именно все-таки у сексолога, а не психолога как такового. Хотя, безусловно, я вам постараюсь ответить на ваши вопросы, вы его задавали, тем более, ваш вопрос довольно большой. Вот, я вам постараюсь ответить, но, тем не менее, все равно хочу, чтобы вы в этот момент, вы его постарались понять, что ваша вторая проблема, она касается именно сексологии, не психологии как таковой. Теперь, по поводу, значит, проблем, значит, проблема бюджета. Музь не очень много зарабатывает, и, в общем, вообще у вас здесь некое такое вот социальное расслоение происходит, то есть у вас одни потребности, у Музи другие. Вот. Знаете, в чем дело, вы действительно заняли не очень верную позицию в том смысле, в том смысле, что вы как бы противоречите сами себе. То есть, вот смотрите, как получается, с одной стороны, вы говорите, я хочу, чтобы муж зарабатывал, я хочу, чтобы муж обеспечивал. Ну, вроде бы, все хорошо. То есть, если вы хотите, чтобы муж зарабатывал и муж обеспечивал, то, казалось бы, почему бы и нет, да? Я, казалось бы, ну, что мешает это сделать, вот именно, именно там, именно по факту, вот что мешает? Ничего. Но, тем не менее, ситуация складывается так, что вы вместе с тем говорите, что мне нравится планировать расходы, мне нравится планировать бюджет и так далее. Почему? Вам это не только нравится, но вам это приходится делать еще и потому, что, простите, простите, но мужчина не умеет, как я понял, он не умеет распоряжаться деньгами. И именно поэтому вам приходится, значит, самостоятельно рассчитывать бюджет. Это на деньги, ой, это на отдых почтевые, это там еще на что-то и так далее, и так далее, и так далее. Вот. Так вы говорите, как у вас это получается, так у вас происходит. И вам в этой ситуации надо бы, знаете, для себя попытаться определить, так чего, чего же вы все-таки хотите сами для себя. Если вы хотите, чтобы мужчина вас содержал, и мужчина обеспечивал, и мужчина зарабатывал, тогда нужно его для этого стимулировать. Тогда нужно говорить о том, что вы хотите отдыхать. Нужно говорить о том, что не какие-то жен мужья своих жен балуют там и так далее, и так далее. А нужно говорить, что я хочу. Я хочу там, например, айфон, я хочу там суб, и так далее. То есть нужно вот это вам говорить. Своему мужу нужно это говорить. А то вы как бы так намекаете ему, но это мужчины, может быть, даже и не понимают. Совершенно. Это вот то, что мне бросилось в глаза. То есть разброс в ваших приоритетах. Вы говорите, что хотите одного, но при этом вы говорите тут же, что вам нравится, в общем-то, совсем другое. И, понимаете, вы еще раз постарайтесь определиться для себя, чего же вам нужно, чего же вы хотите для себя. Потому что позиция, от того, какую вы позицию занимаете в отношениях с мужем, зависит ваше будущее по сути дела. Я хочу, чтобы вы это понимали. Я хочу, чтобы вы это учитывали. Я хочу, чтобы вы, ну, старались, значит, всегда держать это в своем сознании. Вот. Далее. Ваш муж, пишите вы, не зарабатывает столько, сколько нужно и не хочет уходить на другую работу. Ну, не хочет искать другую работу. Опять же. Хорошо. Мужчина не хочет искать другую работу. Допустим. Ну, давайте подумаем так. А зачем ему искать другую работу? Если у него, по сути дела, и так уже все есть. Только вдумайтесь в этом. У него есть вы. У него есть, как бы, то, что вы, там, сами что-то делаете. У него есть то, что вы, там, сами хотите, ну, чем-то заниматься и так далее, и так далее, и так далее. У него все это уже есть. Так зачем ему устраивается на работу, если у него, как бы, если его все устраивает? Зачем? Зачем? Вы только подумайте об этом. Зачем ему что-то стараться делать? Для чего? Какой в этом смысл? Чтобы напрягаться, чтобы что-то делать, чтобы прилагать к усилию, нужен стимул. Вы ему этого стимула не даете. Вы сами распоряжаетесь деньгами и сами распоряжаетесь средствами, которые ему поступают. Вы расписываете всю его зарплату. Это правильно. Примите, это правильно, если вы хотите, если вы хотите, как бы, сами все делать. Если вы хотите, сами, там, ну, как бы, вести учет своим доходам и прочее. Это правильно. Но неправильно, если вы хотите, чтобы мужчина сам обеспечивал и зарабатывал. И вот этот момент, момент очень важный. Далее. Далее. Имеет место быть следующее. На мой взгляд, разница в материальном положении, разница в материальном достатке, разница в социальном положении вашем не может не сказываться. Я поясню, что я имею в виду. Все это заключается в том, что мужчина привык жить в небогатой семье. Мужчина привык жить, ну, наверное, без особого комфорта. Мужчина привык жить, в общем-то, так как, ну, позволяет средства. Он может, там, себя в чем-то урезать, он может, там, себе что-то не позволить. А все это его устраивает. У вас же другая ситуация. Вы привыкли немножечко к другой жизни. И вам важно понимать, что то, чего хотите вы, то, к чему вы привыкли, то, как вы привыкли жить, совершенно не обязанно воплощать ваш муж. Потому что, ну, если у вас свои ценности, а у него, допустим, там, свои ценности. Да? Вот. И он совершенно, еще раз повторю, не обязан делать то, что вы хотите. Он совершенно не обязан претворять ваше желание в жизнь. Я хочу, чтобы вы это постарались понять. Я хочу, чтобы вы это постарались для себя уяснить. Я хочу, чтобы вы в этот момент, чтобы вы его, как следует, поняли. Если вы хотите чего-то для себя, да, для себя, это одно. Если вы хотите чего-то для себя, это одно. Это можно сделать, этого можно добиваться, и это, это нормально. Нормально, что вы этого хотите. Нормально, что вы этого желаете. Нормально. Но, если вы это навязываете своему мужу, то вот это, к сожалению, не есть хорошо. Потому что мужа, может быть, ситуация, которая, ну, которую вы ему навязываете. Да, мужа, может быть, она не нравится. Мужа, может быть, она не устраивает. И, в таком случае, естественно, мужчина будет без энтузиазма относиться к тому, что вы предлагаете, и так далее. Потому что это нарушает его видение мира, нарушает его, там, определенную картину мира, и так далее. То есть, вам нужно определить, либо вы стимулируете мужчину к тому, чтобы он что-то для вас сделал, либо вы стимулируете его к тому, чтобы он сам что-то делал, либо вы делаете за него. Но определиться с этим вам необходимо. Потому что вот это противоречие, которое у вас наблюдается самой, оно мешает и вам, и мой. Вот. Далее, значит, у вас очень сильно развито планирование. То есть, планирование имеется в виду, что вот вы, там, чуть ли не, знаете, чуть ли не с целеустремленностью робота, значит, вот, ну, рассчитываете все свои, там, расходы. Заходы, доходы и прочее. То есть, вы, как бы, навязываете мужу, опять-таки, навязываете мужу, свое видение ситуации. Вот то, как вы их видите. Ну, и давайте подумаем с вами, так, насколько это хорошо. То есть, вот вы говорите, сюда ты кладешь деньги, вот, конверты, сюда ты кладешь деньги на, там, значит, на еду, на отдых, на ипотеку, да, как вы говорите. Вот, может быть, там, на что-то еще. То есть, вы расписываете всю зарплату своего мужа. И вполне вероятно, что ему это не нравится. Вполне вероятно, что ему, может, это не нравится, потому что он, может быть, хочет иметь свои собственные средства, средства на себя, личное пространство. Вы лишаете своего мужа этого личного пространства. Опять же, для своих целей. Опять же, для себя. Я понимаю, что вы хотите чего-то. Но если вы чего-то хотите, то вам нужно определить способ, как вы этого добиваете, как вы этого достигаете, как вы к этому стремитесь. Что вы делаете для того, чтобы, значит, ну, чтобы этого достичь. А пока получается только так, что вы, ну, знаете как, вот, сами не очень хорошо понимаете, что нужно для достижения цели. И используете, ну, вообще говоря, используете просто все возможные средства для отдыха. Я не могу сказать, что это именно плохо. Я не могу сказать, что это именно, ну, что, это не нормально. Вот. Но я, ну, знаете как, я могу сказать, что это вам вредит. Это вредит вам, и это вредит вашей семье. Вот такая вот немножко, ну, ажиотажная политика, направленная на достижение своих ценностей, на достижение того, чего вы хотите и так далее. При том, что ваш муж может придерживаться вообще совершенно других, как бы, ценностей, совершенно других взглядов и так далее. А это, к сожалению, ну, опять же, как это видится мне, это забывается вами. А сделать подобное все же нельзя. Все же нельзя забывать подобные вещи. Потому что это очень, очень сильно вам вредит, и взаимопонимание. Мужа тоже, взаимопонимание с мужем тоже вам это вредит. Далее. Далее. Если вы считаете, что человек должен вкладывать в семью все, то это не значит, что ваш мужчина, он должен думать так же, понимаете? Это не значит, что ваш мужчина, он должен думать так же. Если вы считаете так, то вы можете, в принципе, считать, ну, все, что вы хотите, все, что вам кажется верным, правильным и так далее. Но у мужчины, у вашего мужчины, у вашего мужа, у него могут быть свои взгляды. И очень важно, чтобы вы эти взгляды его уважали. Чтобы вы, ну, как минимум, чтобы вы к нему прислушивали. Если вы хотите, все-таки, именно, именно вот с ним выстраивать отношения и хотите, чтобы у вас с ним была нормальная, хорошая, здоровая семья. Вот. Тоже ребенок, например. Вот вы говорите, я коплю на ребенка, откладываю там на ребенка и так далее. Но вы же не знаете, еще будет у вас ребенок или нет. Может быть, вы разведете с ним. Хочет с ним мужчина, ребенка и так далее. Понимаете, этого всего вы не знаете, а такое впечатление, что вы к этому идете, такое впечатление, что вы выстроили план и к этому плану идете, к этой цели идете, к цели иметь семью любыми способами, любой ценой, значит, любыми средствами, лишь бы только вот иметь семью. Знаете, ну, это неправильная позиция, это позиция довольно-таки, опять же, я бы сказал, что это позиция довольно эгоистичная, эгоистичная позиция, к сожалению. Потому что в этом случае вы думаете, опять же, только о себе, вы думаете только о себе, о своих интересах, но забывайте о том, что есть еще интересы и, значит, ну, есть еще интересы и вашего мужа. Которые нельзя просто сбрасывать со счетов, которые нельзя просто забыть, которые нельзя просто отвергнуть. Это было бы неправильно, было бы унизительно и неуважительно по отношению к нему. Поэтому я думаю, что именно вот в контексте ваших бюджетных проблем вам нужно определиться с тем, какую позицию вы хотите занимать. Вам здесь сказали, что у вас родительская позиция, вот. Я отчасти согласен с людьми, которые высказывают подобное мнение, мнение, вот. Но, тем не менее, в позиции родителей нет ничего плохого. Главное, чтобы вы четко понимали для себя, чего вы сами хотите, свои собственные мотивы, чтобы вы представляли себе, куда вы идете. Знаете, полная вероятность, что ваш муж чувствует, что вы тотально его контролируете, не оставляете ему вообще никаких средств к существованию, да, то есть, ну, личных средств на, как бы, свои собственные, ну, это и... И именно поэтому он держит деньги на карте, а вам это привозит. И именно потому, что вас это привозит мужчина и держит эти деньги на карте. Как это не парадоксально звучит. Вот. Зеленит ли он на вас денег? Знаете, вопрос жалости здесь не стоит. Он знает, что то, что вам надо, вы сами возьмете. Потому что он, скорее, он не то-то жалеет, он пытается оставить что-то себе. Он пытается просто оставить что-то для себя, и все. Вот. Поступаете ли вы правильно? Но, опять же, правильно по отношению к кому? Кто определяет правильно вы поступали или нет? Где вообще критерии этого правильности? Вот, вы знаете, если вы поступаете так, как вы хотите, так, как вы считаете, ну, да, то правильно поступаете. Если вы поступаете так, так, как вы не видите другого пути к достижению своей цели, то нет, цели в этом случае неправильно. То есть, опять же, все зависит от того, как вы видите это, как вы видите свои отношения. Следующий важный момент, он касается того, что вы, как бы, постоянно, ну, или, по крайней мере, периодически, периодически, сравниваете, значит, себя, свою семью, значит, с другими людьми. То есть, вы говорите, вот, у, там, других, у других семей, у других женщин, я, там, уже зарабатываю, там, больше, чем мой. Вот, другие женщины, там, балуют, другие женщины, балуют, там, айфонами, там, и прочее, 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 вот. Точно не совсем понятно, для чего вы это все, эээ, говорите. Да зачем вы сравниваете, сравниваете, эээ, с, эээ, с себя? Зачем вы сравниваете, эээ, свою семью с кем-либо? Зачем вы сравниваете? Эээ, если вы хотите быть в касканах другие, и если вы считаете, что при наличии определенного заработка, или при наличии, там, определенных, эээ, скажем, поведенческих черт, то есть, я имею ввиду, при наличии, там, таких моментов, да, как, вот, факт, фактор, эээ, баловства своей, своей женщины, эээ, значит, эээ, шубой, например, и прочее, если вы думаете, что этот фактор, эээ, как бы, дает, ээээ, основание, считать, что у этой семьи, эээ, все хорошо, эээ, если вы, эээ, думаете, что вот это так, то вы, к сожалению, к сожалению, вы ошибаетесь, если вы так считаете, а, потому что, потому что, не поведенческая норма определяет, эээ, подобную, подобную связь, а духовная норма определяет, подобную связь, мужчина, может быть, балует свою женщину, шубой, айфоном, для того, чтобы, эээ, значит, эээ, для того, чтобы, скажем так, ну, откупиться от нее, например, и так далее, вы же этого не хотите, ну, я думаю, не хотите, если вы этого не хотите, эээ, тогда давайте, эээ, сразу скажем, что вас заставляет, эээ, сравнивать себя с другими, какой-то страх, какая, ээээ, какая-то цель может быть, эээ, что-то еще, пожалуйста, вот постарайтесь на эту тему, как следует подумать, это очень важный момент, это очень важный момент, чтобы вы, эээ, для себя определили вот это, чтобы вы для себя определили подобное, чтобы вы, эээ, постарались для себя, эээ, выделить подобные моменты, Это очень важно для вас. Что заставляет вас? Какие мотивы у вас равняются на других? Знаете, другие это просто внешняя сторона. Это не более чем. Это просто внешняя сторона, которую вы к тому же видите очень субъективно. И заканчивая говорить о первой части, и переходя ко второй, мне бы хотелось вам сказать, что есть у вас какие-то внутренние страхи, может быть, неуверенность в себе, может быть, ощущение некого общественного давления на себя. Да, понимаете, может быть у вас такая вот ситуация. То есть нужно разбираться с вашими личными мотивами. Личными мотивами, которые заставляют вас вот это все делать. Еще раз, мужчина не должен, мужчина вам не должен удовлетворять все тем потребностям, которые вы хотите. Мужчина этого делать не должен. И то, что вы как бы сами для себя требуете от него чего-то. Это ваша личная цель, это ваше личное желание, но ни в коем случае не его обязанность. Ни в коем случае это не его обязанность. Хотел бы, чтобы вы вот это вот для себя поняли. И вторая часть вашего вопроса совершенно очевидна, совершенно явно вытекает, что у вас не было возможно особой страхи, вы просто хотели построить семью. Вы просто хотели построить семью, и возникает тогда вопрос, для чего вам семья. Вы, говоря о сексе, говоря о всей своей жизни, которая у вас была, да и туда, про бюджет, создали четкое ощущение, что вы хотите все это автоматизировать. То есть все автоматизировать, механизировать, лишь бы только, лишь бы только, значит, сделать так, по сути, чтобы у вас была та самая идеальная семья, которую вы хотели. Всегда, может быть, хотели. У вас была именно та самая идеальная семья. Вот, в принципе, то, для чего вы хотите. Вот, в принципе, то, к чему вы стремитесь. И вот, в принципе, по сути это дело. Вот, в принципе, то, что вам нужно. Понимаете? Вот этот момент, это очень важный момент. Важный момент, что вы пытаетесь построить образ своей идеальной семьи, забывая о том, что учитываться-то должны все-таки не только ваши взгляды, но и взгляды еще вашего партнера. А такое ощущение, что вы к взглядам партнера своего не прислушиваетесь. И еще мне показалось, что вы даже, хоть в какой-то степени, склонны немножечко обесценивать своего мужчину. Я не думаю, что подобная позиция является чем-то хорошим именно для вас. Я не думаю, что подобная позиция является тем, что приведет в итоге хорошую семью. То есть, определите для себя, для чего вам семья. Реализуйте все это самостоятельно, обеспечьте себе, сами себе все это, и только потом вам нужно давать семью с, условно говоря, либо, значит, с равноправием, вот, значит, либо равноправием, да? То есть, говоря о равноправии, я имею в виду о партнерстве в отношениях. Либо о другом положении вашего в отношениях, которое вас будет стоять. Но только так, и не по-другому. У меня сказывается ощущение, что у вас, ну вы и сами пишите, что ваша семья, это у вас не было сразу, а просто было желание выйти замуж. То есть, выйти замуж для чего, Екатерина, вот, для чего вы хотите выйти замуж? Вот. Тогда семью выйти замуж. Зачем? Зачем вам это? Вот с этим определить. Ну, а полагаю, что... В сексе вы не чувствуете возбуждение именно по той причине, что у вас нет ощущения, что вы, знаете, ну, что вы женщина. Вы, как бы, чувствуете, что в отношениях вы занимаете позицию, скорее, мужчины, и вам это не позволяет испытать возбуждение. Тем самым, что, ну, для женщин, для женщин возбуждение это все-таки во многом очень, очень такая эмоциональная составляющая. Для женщин эмоциональная, именно чувственная составляющая имеет очень важное значение, если мы говорим о, ну, если мы говорим именно об возбуждении. У вас же этого ничего нет, и, соответственно, именно потому, что у вас ничего этого нет, вы и не можете испытывать удовольствие от, значит, секса своим мужем. И вам нужно, опять же, определить, какого мужчину вы хотите и что для этого он должен делать. Какие у вас требования, требования к мужчине, если вы хотите с ним отношений. Какие у вас к нему требования, вот постарайтесь вот этот момент для себя определить, он очень важен. И когда определите это, поймете, какого мужчину вы хотите видеть рядом с собой, на музе, либо из своего мужа постарайтесь сделать того, кто вам нужен, да, либо вы просто-напросто, либо вы просто-напросто другого мужчину себе найдете, вот и все. Потому что, ну, не может ваш муж, да, на данном этапе соответствовать тому, чего вы хотите. У вас довольно четкая пирамида, довольно четкая структура ваших желаний. И, наверное, с любовником у вас была страсть именно потому, что вы чувствовали его мужественность, вы чувствовали, что это именно мужчина. А своего мужа вы таким не ощущаете. Вот, так что, я думаю, что вот так можно ответить на ваш вопрос, много получилось. Надеюсь, что помог вам. Если у вас какие-то дополнительные вопросы остались, пишите в личку, пожалуйста, я вам помогу. Поэтому, если вы захотите сохранить отношения с твоим мужем, то вам в любом случае желательно обратиться к секциону, для того, чтобы проработать свои проблемы более детально именно в плане социологии. Но я полагаю, что основная проблема кроется у вас в сознании, в том, что вы просто не чувствуете своего мужа, а не чувствуете, что он мужчина. Вот, я желаю вам всего доброго. Надеюсь, что у вас все получится. До свидания. Если понравился мой ответ, буду благодарен местным. Сделайте его лучше.